ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре. Я до того, как стала предпринимателем, работала по найму в крупной федеральной компании. Мне всё устраивало, всё нравилось и было интересно. Потом я ушла в декретный отпуск. Так начинаются бизнес-истории многих современных мам в декрете. Но не все из них знают, что деньги на открытие бизнеса можно получить у государства. Оксана свою первую финансовую поддержку получила почти сразу в центре занятости. На эти деньги открыла детскую танцевальную студию, так как сама всю жизнь занималась танцами. Самая основная проблема – это страх. Конечно же, уйти от всех социальных гарантий было не так просто и не так понятно. Но сейчас, спустя практически два года, я могу сказать, что это однозначно хорошо. Сначала это была небольшая студия, но клиентов становилось больше, и через год Оксана подала заявку на субсидию по городской программе поддержки предпринимательства. Деньги потратила на расширение зоны ожидания для клиентов. Сначала я изучила постановление, позвонила по телефону поддержки, который был. Специалист мне рассказал, что нужно. Я подготовила, как сама представляла эти документы. Пошла к этому специалисту. Меня все проверили. Практически все нужно было исправить. В общем, я все это переделала и подала на субсидию. В Хабаровске действуют четыре муниципальные программы финансовой помощи бизнесу. Это программы поддержки молодых предпринимателей, инвестиционного развития, промышленного производства и программа развития малого и среднего предпринимательства с 2019 по 2025 годы. Бизнесмены имеют право подать заявку на несколько субсидий, но на каждый вид потребуется сформировать отдельную папку. Сегодня идет прием документов с 6 февраля по 6 марта для субъектов предпринимательства, которые занимаются в сфере дошкольного образования, содержания детей дошкольного возраста. Также для организации образующих инфраструктуры, которые содействуют развитию предпринимательства на территории города Хабаровска. Например, на проведение конференций, лекций, семинаров, практикум. Претендовать можно на 150 тысяч рублей в одни руки, если вы заняты в сфере дошкольного образования. И на 200 тысяч на проведение лекций, семинаров. Важное условие – отсутствие долгов по налогам на первое число месяца подачи заявки. Для индивидуальных предпринимателей, в том числе и личных налоговых просрочек. Устанавливаны разные сроки. Вот если сегодня у нас до 6 марта идет прием документов по трем направлениям, то с января месяца по ноябрь есть такие направления, как открытие своего дела, возмещение части затрат, на участие в выставках, ярмарках, то есть на дополнительное образование детей и подростков. По таким субсидиям предприниматели могут принести пакет документов в любое рабочее время. В этом году общий объем финансирования вырос с 9,5 до 11 с лишним миллионов рублей. По результатам взаимодействия хабаровских бизнес-объединений и сотрудников администрации на такой вид субсидий, как возмещение расходов по оплате электроэнергии, добавлена новая статья расходов к возмещению, затраты на бытовые услуги. Размер такой субсидии – до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Я планирую получить также субсидию на возмещение затрат. Ее можно получать ежегодно. Какой пакет документов необходимо собрать, я знаю. Там, в принципе, ничего сложного. И специалисты, которые работают в администрации города, они очень помогают. Полный список субсидий и необходимых документов можно узнать на сайте администрации Хабаровска в разделе «Бизнесу» либо по телефону 4194-99-40-9127. Субтитры создавал DimaTorzok